Вот уже несколько дней в нашем тихом северном городе царит необычное оживление Взгляните, какие мужественные лица, полные непреклонной решимости Вы, вероятно, догадались, это войска иностранных интервентов Куда они торопятся? В порт Вы думаете, чтобы занять выгодный стратегический рубеж? Нет, чтобы поскорее погрузиться на корабли и убраться во своясь Как трогательно провожают их лучшие люди города Незваные гости вовремя поняли, бизнес не получился И лучше уйти самим, чем ждать, пока вышвырнут силы А посмотрите, что делается в порту Какое разнообразное оперение у этих заморских птиц, не правда ли? А это скромные запасы продовольствия на обратный путь А что происходит здесь, в стороне шумного порта? Что вы делаете? Что вы делаете? Остановитесь! Эти господа улыбаются собственной дальновидности Им ясно, что белая армия не сможет пойти в наступление И город скоро будет взят красными Зачем же оставлять излишки продовольствия большевикам? Но почему так весело играет полковой оркестр? А-а-а! По приказу командования музыканты развлекают публику И население должно понять Что уход союзников не внес паники В доблестные ряды белой армии А теперь Познакомьтесь с некоторыми из музыкантов Вот это Долецкий Он окончил два факультета И консерваторию по классу скрипки Почему у Долецкого такое унылое лицо? Он никак не может привыкнуть к казенным обедам А это старший унтер-офицер Куракин Красив, не правда ли? В его жилах течет голубая кровь И он всячески старается подчеркнуть это перед товарищами А вот это самый юный из команды Еремеев Вторая альтушка Как ни кстати, иногда бывает даже молодость Бедняга Еремеев, ему все время приходится быть на побегушках у Фельдфебеля Вот он, Фельдфебель Иван Захарыч Мокрый Его заветная мечта Дослужиться до подпрапорщика Леонид Аркадьевич Одинец Глубоко штатский человек, хотя и носит военную форму А это Чулковский По прозвищу Дикий Человек с весьма неуравновешенным характером Его выходки терпят только потому, что он незаменимый баритонист Это Илютинский Он пока еще не играет в военном оркестре, но, как видите, уже раздобыл инструмент Вероятно, ему хочется стать музыкантом Может быть, ему это и удастся У него есть приятель в музыкантской команде Вот он, Михалыч, как привыкли называть его товарищи Он человек серьезный и опытный музыкант Да, чуть не забыл представить вам поручика Боголюбова Адъютанта полка Он же является и начальником музыкантской команды Страстный любитель музыки Но, к несчастью Или к счастью Мы об этом узнаем позже У него абсолютно нет слуха Ну вот и все Пора начинать фильм И давать вступительные надписи КОНЕЦ 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 Там он, в крайней хибаре Брать живым, ясно? Побежит стрелять по ногам Не убегите, ваш брочь Охватим с четырех сторон Пошел Это ты правильно сделал, что определился в музыканты Работа в полках сейчас крайне необходима Ты к штабу ближе Дает возможность лучше знать обстановку Да трудно листовки стало проносить В заводских проходных поголовно всех обыскивают Хватают людей по малейшему подозрению Ну понятно Это они от страху А теперь вот что, Алеша В этом пакете План оборонительного рубежа белых Держи И место расположения рабочих дружин Ясно Одно не ясно Кто его к нашим пронесет через линию фронта Дочка Кутюмина, Валя Она здесь каждую тропку знает Правильно Хорошо Алексей, сюда Черт, нога, теперь не уйти У тебя пакет, беги, Алексей Что вы? Я им живой нужен Ну какого черта возитесь? Бегите, Элитинский Приказываю Приказываю Нет Ты не двух Ребят Ставь возьмем Нет Ребят Нет Нет Главное, чтобы звук был ровный. Спокойно бери дыхание. Ре первым пальцем. Так, ми пусто. Усиливай постепенно. Хорошо. А как берутся диезы, бемоль? Успеешь. Выучи сначала открытые ноты. Да. Когда придет адъютант, делай вид, что играешь. Дуй, что хочешь. Он в музыке все равно ничего не понимает. То, чем Алексей. Да так. О разном. Не волнуйся. Все будет хорошо. Да-да. Надеюсь. Спасибо. Чулковский, приготовить пультик сверхте. Слушаюсь, господин дежурный. Весьма рад, господин Куракин. Я вас понял, рядовой Чулковский. Только мне решительно наплевать, что вы обо мне думаете. Что ты его дразнишь, Мит? Противен взяло. Этого, как его, Макеева, сегодня ночью доставили в тюрьму. А ты откуда знаешь? А у меня Шурин в тюрьме, в канцелярии работает. Я не опоздал? Нет. Долецкий! Где ваша увольнительная, Долецкий? Сейчас. Хас бы так спешил. Так спешил. Вот он. Я такой явки не понимаю. Подходите сивиться по форме. Вы здесь не в консерватории, а на военной службе. Пожалуйста. Можно и так, конечно. Честь имею явиться из отпуска. Господин дежурный. Отставить! Не понял. А, простите. Отпечатлен. Отставить! Честь из-за два шага смирно. Фуражку наденьте, Долецкая. Под козырёк. Благодарю, господа. Я сейчас. Я сейчас. Честь имею явиться из отпуска, господин дежурный. Два факультета кончили, а заучить рапорт не можете. Вы опоздали из отпуска на полчаса. Почему? Кто разрешил? Понимаете, я совсем был собрался идти. А жена вдруг почувствовала себя плохо. Я должен был пойти за доктором. Ваша увольнительная, господин Долецкий, будет вручена господину адъютанту. Идите. Благодарю. Приготовиться к Шиговке. Стырь! Руки вверх! Девка, как напугала. Чого ты тут бродишь тут же пастий? Хлопцы, я дим, че разбеймал. Так он аж меня не напускает. Так что, грибы. А це гриб? Справжний гриб. Пари Муха. Вау! Ха-ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Оу! Оу! Ой! 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 Ой, погано меня! Ой, погано! Ой! Ой, тягните меня! Ой, хлопцы, тягните меня! Удафы! Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Портовых угости! Еще кого? Матросиков не забудь! Любят матросики воблу с пивом! Остальные музыканту нашим отдашь! Бывай! До вечера! У деда! Ладно! Смирно, господа Господин поручик, дежурная музыкантская команда Старший унтиофицер Куракин В музыкантской команде больных 2, на лицо 27 Опоздавших по увольнительной записке 1 За время моего дежурства никаких происшествий не случилось Кто опоздал? Рядовой Долецкий Причина? Неуважительная, вот увольнительная записка, которую он предъявил по приходу Что это такое? Не могу знать Здравствуйте, музыканты! Здравия желаю к своим поручикам! Могу вас порадовать чрезвычайной новостью Схвачен и посажен в тюрьму Самый главный большевик нашей губернии Мачиев! Конец его теперь не за горами С чем вас и поздравляю, музыканты Мольно Продолжать занятия Садитесь, господа Цифра 1 КОНЕЦ Ничего не слышу А у него 42 такта паузы, господин поручик Садюсь Слушаюсь КОНЕЦ 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 ДИНАМИЦ ДИНАМИЦ ЛИЗНАЯ КОНЕЦ Сельсебель, почему остановка? Плохо управляете оркестром, гашевопоручик. Да, плохо. Правильно сказал, Фельдфебель, плохо. Не попаялся сказать начальнику правду в глаза. Молодец, Фельдфебель. Рад стараться, гашевопоручик. Я на правду никогда не обижусь. Я и сам скажу, что плохо. А почему плохо? Мало в музыке смысле, гашевопоручик. Врёшь, Фельдфебель. Потому что распустил я вас. Да! Потому что дисциплина в моей команде кромает. Вот что. Потому что брючи носим на выпуск. А не в обмотках, как все солдаты. Потому что в отпуск шляемся каждый день. Но не раз неделю, как все солдаты. Потому что в отпуск шляемся с подозрительными лицами. Вот почему здесь на днях была найдена брошюра. Большевицкого главаря. Ленина. Чья брошюра? Ленина, господин Огютант. Молчать! Руван. Я спрашиваю, кто её читал? Кто её в казарму привёз? Ну, эту заразу мы выловим. Будьте спокойны. Но есть ещё просто штатская расхляпанность. Всё-таки вольный дух артистической профессии. Является вот такой артист из отпуска. И подаёт дежурному вместо уволительной записки рецепт. Медицинский рецепт. Очевидно, это расстройство животка своей супруги. И это солдат. И это в то время, когда мы должны поднять боевой дух. Должны к земле очистить путь на Петроград. Это священная задача. Это Чулковский. Он под меня табуретку вытащил. Врёт он, господин Огютант. У него ноги кривые. Он когда встаёт, ногой табуретку сворачивает, потом забывает и садится. Естественно, производится грохот. А его у меня не кривые ноги. Встань! Смирно! Пока не явится, мерзавец сам. И не скажет мне, откуда брошюра, вся команда будет без отпуска. Кроме Куракина. Его отпустите в 9 вечера. Моё личное распоряжение. Теперь моя очередь. Макеев! Прошу вас. Значит, решил принять участие в расстреле. Очень тебя прошу, Борис Игнатьевич. Хочу собственными глазами видеть. Ну, грех беру на душу, Васенька, не полагается. Ну, поймите меня, Борис Игнатьевич, вы же знаете, ведь несчастье всей нашей семьи, тело рук этого негодяя. Ну, хорошо, хорошо. Поедешь с капитаном. Введите Макеева, капитан. Слушаюсь, господин полковник. Постарайся быть всем поучтивее. Если получится, конечно. Учтиво здесь не что иное, как строгая мера того, как нужно поступать. Кто это сказал? Данте, господин полковник. Садитесь, господин Макеев. Благодарю вас. Вы знакомы? С Боголюбовым. Вместе гимназию кончали. К несчастью. Ну, как для кого? Общаясь с вами, Боголюбов, я многое с детства понял. Например, что такое подлость? Ну, учтиво, господин, где же учтивость? А вы заметили, Макеев, как мы с вами вежливы? Заметил полковник и удивлен. По-моему, когда надевают на шею веревку, об удобстве не спрашивают. Все так изоргинально. Все шутите, Макеев. Нет. Мы тоже. Вы действительно не заслуживаете хорошего обращения. Что вы хотите от меня, полковник? Хотим подарить вам жизнь. Благородно ли, правда ли? В обменное. Вы же знаете. Так. Хорошо, полковник. Два дня. Вам уже давали два дня. Тянете время. Ну, один день. Никого он не назовет. Ни сегодня, ни завтра, ни через год. Нервы, нервы, боголюба. Боюсь, что поручик прав. Ну, что ж, потерпим до ночи. Не будем вам портить настроение. Возможно, мы не увидимся больше. На этом свете. Капитан, увидите. Дежурный. Чулковский. 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 Дикый, ты что? Не слышишь, что ли? Ну, слышу. Тебя ж Фельфебель кричит. А он? Он давно кричит. Дежурный. Что ж ты не идешь? А может, ему не надо. Может, он зря кричит. Чулковский. Вы опоздали со своим изобретением, господин Чулковский. И он на два столетия. Вам кланялись Ньюкомен и Джеймс Уатт. Благодарю, покорник. Ну, что делать? Домой не попал. Жена больна. Рецепт у Фельфебеля. Видели такого идиота? Мне надо уйти. До зареза надо. Как ты уйдешь? Невозможно. Надо что-то придумать. Ну, я. Ну, ты. Звали, говорят. На кой черт ты мне нужен? Не знаю, ребята, говорят. Мы кричали дежурный. Ну, кричал. Где был? Кто? Ты. Я? Да, ты. Поправляться ходил. Должен оставлять заместителя. А я оставлял Дневального. Почему не явился? Кто я? Да не ты. А кто? Ну, Дневальный, Дневальный. Так он же глухой, Еремеев. Сейчас. Еремеев! Дневальный! Глухой! На полусодову ты ж! Бехтерель зовет! Ничего я не глухой. Вот захочу. И далее. Он на посту стоит, молоко пьет. От молока делается пьяный. Я отвечаю за него. В ногах не стоит. Видали, как его с молока болтает? Стой! Перед кем стоишь, пьяный черт. Пошел вон. Пошел вон? Да не он. А ты? Ах я что? Ты пошел вон отсюда. Пожалуйста, я могу и уйти. Сегодня ничего не было. На, строго. Вся команда понимает, что лицо я опять ничему. Иван Захарович, я старался, слушал. Понимаете, никто ничего. Придется тебя из команды усилину колено. Иван Захарович. Было. Было! Было, Иван Захарович. Торецкий. Читал газету. Ну и что? Не, пока ничего. Иван Захарович. Дурак ты первостатейный. Нет, Ефрем, тебя за водкой спосылать, и то ты не годишься. Завтра же забирай свою альтушку и катись на день. Иван Захарович, Иван Захарович. Да ну не годишься, не годишься ты в прелегированной команде служить. Тут ведь только высшая интеллигенция служит. И мы с тобой. А что отсюда проистекает? Отсюда проистекает, что мы должны быть верными слогами своего начальства. Кто только газетку читает и того держать на подозрении. Понял, чего я тебе за должность определяю? Понял? Понял, Иван Захарович. Ну и пошел отсюда вон. Иван Захарович. Да ну пошел. Макеева могут в любую минуту увезти из тюрьмы. Туда. Ворвой. Ты понимаешь, что это значит? Николич, следи за тюрьмным двором. Если Макеева выведут, дашь сигнал, дозорный прячется на улице. Я понимаю, но как? Вот что, попроси Челковского. С дикого взятки гладкие, никто ничего не заподозрит. Хорошо. Хорошо. Работает машина, господа, работает. Она все-таки вертится. И вот, теперь с Витя. Параган. Параган. А быстрее можно? Параган подбавь. Ну еще. Параган подбавь. Давай побольше. Молодец тебе. Взрывается, братцы. Взрывается. Давай, сбавляй пара. Пошел. Пошел. Ой, пропадим все пропадом. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так что, пришел поблагодарить нас, господин Фитфевель? За что еще? За то, что оставили команду без отпуска. А тебе-то какой прок? Так что, господин Фитфевель, я человек холостой. Мне в отпуск не надо, мне в команде веселее. Но считаю правильным, что взгрели. Я недавно в команде, но прямо скажу. Люди здесь военного строя не нюхали. А ты-то где нанюхался? Ау. Я, господин Фитфевель, с малолетства военных люблю. А все, мальчишкой в солдатики играл. И знаете, по-моему, у нас в команде один настоящий понимающий человек. Это вы, господин Фитфевель. И господин адъютант без вас, как без рук. Трещишь, ты понимаешь, как сорок. Садись. Чего стоишь? Благодарю, господин Фитфевель. А ты раньше-то где работал? В уголовном розыске. О, я вижу, парень. Тебе поприглядеться надо, а? Икрянка? Никак нет. Икру все съели. А ты какой губерни? Ярославец. Жулик, значит, да? Жулик. А ярославцы, они все жулики. Ну, ладно, жулик. Кстати, Иван Захарович, мне пробочка нужна. Я потому до диеза взять не мог. У меня клапан западал на Волторне. Ну, ладно. Пробочку я тебе дам. На. Так у вас сухая, Иван Захарович. Мне бы от свеженькой полбутылочки. Пробочку мне, а полбутылочки вам. Ну, и жулик же ты. Ох, сукин ты, сука. Иван Захарович, нет, денег не надо. Нет, я могу и за свои купить. Вот что, я тебя не отпускаю. Так точно, не отпускаете. Под свою ответственность еду. Никто их сдать не сдает и ведать не ведает. Да. Иван Захарович, я к этому малохольному интеллигенту лекарства захожу. Не тронь. Это к рапорту приложено командиру полка пойдет. Ну, что ли, маленький, что ли? Я в миг слетаю, никто и носа не подточек. Ну, не тронь тебе голову. Честь имею. Жулик-то я вижу, но я не простак. Еребеев, не возьми. Следи за Ильютинским. Упустишь конец тебе. Последнее испытание даю. Пшел. Продолжение следует... А упустишь. Конец тебе. Последнее испытание даю. Отчись. Свадьба здесь гуляет, Бобусин. Так вот, ждем жениха, казатик. Идите. Да не можем же мы, черт возьми, сидеть вот так сложа руки и ждать, пока нашего товарища повезут расстреливать. Да пойми ты, голова садовая, не можем мы сейчас напасть на тюрьму и испортить все, что с таким трудом налажено Макееву и нами всеми. Я сейчас думаю о наступлении наших войск. Они звереют с каждым часом. То, что у них началась агония, это ясно всем. Он даже понял. Макеева повезут в Орвынье через неделю. Это может произойти в любой день. Завтра, сегодня, через час. О, черт тебе подери. Ведь можно подумать, что я против. Я и думаю, как это сделать и не помешать главному. Помолчи маленько, Егор. Не играй, Василек. Я тихо говорить стану. Я живу коло этих самых рвов ту, где расстреливают. Каждую ночь тамо стреляют наших. Я ночи не сплю. Тамо, темно. Канава, тамо, яма. Бугор у стены каменной монастырской, который приставляют. Вот я и думаю, залечь за ей, за стеной, человек пять более не надо. Они с фонарям боим бить лёгко, а мы из тьмы вокруг никого. А стреляют, значит, большевика убьют. Никто не придёт им на выручку. Погоди, старина. Ну, опять ты? Ну, чего ты размахался? Я ведь дело хочу спросить. А как подойти туда, чтобы незаметно? И подойти лёгко на двух лодках протоками рыбачу тамо. А часовой там есть? На том месте. Нету тамо пустов. Не выстоять тамо часовому. Помрёт со страху. Вот так я по ночам думаю. И сделал бы я казнь всем этим самым гадам у ихной, у самой стенки. Глубь зарыть не надо. Откапывать будуч. Вы, инглишите, ушли. Красный придуч обязательно откопать. На главную площадь похоронят. Под марморный памятник с музыкой. Потом у героя здесь лежать. Первый раз работаешь? Первый. Боися. Страшусь. Ага. Это... Самое кошачье место. Кошки... Нехорошее место львать. Звать как? Пётр. Пётр, а годов сколько? Двадцать. Двадцать. Ты чё не возьми? Инвалид. А каким местом? Инвалид. Голова ранята. Ага. Ну, осадился-то как? Жалобня положил. О, ты дурак. Издельно, Надь. Десять целковых человека. И на одну ночь пятьдесят целковых выгонишь. А бывает и все сто. А такую работу меньше нельзя. Тебе говоришь? Ничего. Ничего. Неразговорчиво. В нашем деле так нельзя. Будешь сидеть молчком живо, в сумасшедшую больницу угодишь. Так я... Чё говоришь? Ничего не говорю. А ты спорь со мной. Спорь. Я по смерти вижу, как жил человек. И как теперь, как умирают красную стену, я могу ручаться безошибочно. Займа. Правда. Жизнь будет займа. Потому не съесть жизнь, а по-хозяйски прощается. Будто он на минуточку отлучается по какому полезному для всего общества делу. Красиво. Умирать человек. Вот я и говорю, глыб же рыть не нать. Придут же има. Чего говоришь? И зря ты парень забрёл в эту улицу. Обидят тебя тут. Убьют на месте. Чё спросят, оглядываешь? А ты ответь, как след не можешь. Отвечу, бабусь, отвечу. А чё, что ответишь? Скажу, музыканта нашего слежу. Молодой да дурак, видать, и шо. Тсс. Шёл бы ты, от сель, по добру, по здорову. Плохо. Не иначе Алексеев хвост. Что будем делать? Угнём? Угнём. Эй, старый. Ты ещё что за субъект? Бася! Куда? Чья это старая? Не знаю, уродный приплудный. С музыкантской части говорит. О, а рука бабушка спрячется за ворота. Мы с ним по душам потолкуем. Как на лётчиков уважать. На чём играешь? На... Поёшь альтом? Давай верёвку, Коля. Что это? Музыкантов нонче много развелось. Только одного вздёрвали? На-ка, ещё один. Да что с ним возиться, Вася? Долбану её по башке и баста. Меняй, филфебель послаю. Какой филфебел? Мокрый. Слышь, Стёп, парень, ты уж мокрый. Нет, это филфебель. Иван Захарович, мокрый? Слышь, Ваня, это у него филфебель мокрый. Куда? Ну, твоё счастье, что у тебя мокрый филфебель. Ради него и отпускаем. Ну, смотри, если скажешь, где с нами встретился, убьём тебя и филфебель твою. Ну, понял, под землёй найдём и насмерть кончим. Храни меня, мой талисмак, Храни меня в одни гоненья, В одни раскаяния, волненья, Ты в день печали был мне дал. Когда подымет океан, Когда подымет океан, Вокруг меня валы ревучие, Когда грозой грянут тучи, Храни меня, мой талисмак. А на кой чёрт тебя хранить? Кому ты нужен? Вот ты, например. Ну, кому ты нужен со своим дурацким барабаном сейчас? И вообще все мы тут. Кому мы нужны? Дорецкий. Спите? Вставайте, чай пить, я кипятку принёс. Ага. Меня всё-таки очень волнует арест Макеева. У него в записной книжке есть мой телефон. Я давал уроки музыки его дочке. Как вы думаете, Это не может отразиться на мне? А, Михалыч? Странный вы человек. Два университета кончили, А думаете только о себе. Вы полагаете? Нет, это ужасно, если это так. Я подумаю об этом. Всё-таки мне очень плохо, господа. Я не привык к казённым обедам. ПОДПИСМЕНТОР Господа, это же Макеев. Да это он. Братцы, куда же ты его, а? Митя, ага. Митя, ага. Митя, ага. Митя, ага. Ты что, совсем спятил, что ли, ночью? Может, царя хранить? Из патриотических чувств, господин. Из каких-то таких партиатрик? Встать! Кирилл! Господин Поручик, дежурный музыкантской команды, рядовой чулк. Кирилл! Ну ага. Давай! КОНЕЦ Стой! Стой! Ты что орал, а? В ночное время команда снежа не подаётся. Не знаешь, маленький. Заработаешь, сукин сын. Я до вас доберусь. Неужели это правда? Неужели это действительно правда, что я думаю только о себе? Вы же видите, что даже в такой момент вы лезете под одеяло и думаете ни о ком ином, как о себе. Это ужасно. Нет, это кошмар. Эх, я сидела, дал поленец и угроб в полгород. Едет Ваня Королёв, едет Ваня Королёв. Надо быстрей. Они там на автомобилях. Валёк, иди сюда. Давай, разлезай. У тебя пальцы провольные. Эх, только бы успеть. Не уйдут до мечты своей дожил. Валя, поди сюда. Ещё одно боевое поручение. У нашего музыканта Долецкого, жена больная. Сбегаешь в аптеку и закажешь лекарства. Поняла? Подожди. Да вы что? Совсем нас за людей не считаете? Думаешь, я хуже тебя из револьвера стреляю, да? Да нет, я подумал... Плохо подумал. Давай рецепт. Так зачем тогда тебе рецепт? А я Польку разбужу, а она сбегает. Алексей! Бери ножовку. У Юкнёвского дома канавку знаешь? Чернеё, мостик. Понял, папа, я понял. Давай! 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 Приятного аппетита! ПОЩЕЛЬНАЯ МУЗЫКА РАДЁНСК ПОЩЕЛИК ПОЩЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОЩЕЛЬНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Советую подумать, господин Макеев, в последний раз. К вашим услугам две дороги. Одна в ресторан, там вас ждет, полковник. Другая ворвы. Какую выбираете? Ворвы, господин капитан. Превосходно. Поехали. Сюда. Леха. Ну как, сработал? Как по нотам. Эх, Валек, тебе бы жениха такого. Проводочного. Благодарю за заботу, у меня уже есть. А кто же он такой? Красив? Молот. Нет, он слепой. Ну? Не только, он еще и глухой. Ну. Оставить оружие, выходить из машины. Что здесь происходит? Ты что, куда собралась? Я ухожу в бабушку. И она ухожу. Я от тебя уйду в какую-то пору. Валя в аптеку спасу, на три цепь снести. Твоя Валя, в омут головой, да и ты за ей. Что еще за рецепт? Варкрувать. Бабушка, что это в небе-то? Что? Месяц, небось. Полька, внучка. Привезни. Выходи. Быстрее. Быстрее, Севков. Что тут за чехарда? Севков, ваш бродик. Быстро. Ваше скородие. Наряд из контрразведки подпишать, извольте. После. Марш в сторону. Первый раз, что ли? Командуйте, Василий Леонидович. Я. Вы же мечтали об этом дне. Пожалуйста. Приговор. Не надо. Последнюю, Макеев. Спасибо, не курю. Опять нервы, Боголюбов. Смеешься, заплачешь сейчас. Постойте. Бей их, бей всех беспощадно. Жатинский бандит. Бей их, 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 б Пойду, Пётр. Осторожно. Осторожно, на ногу. Сюда залазь. Куда? К Щапину, Рабацкая. Я у себя ухороню. Вот чёрт. Устал. Отчаливай. Отчалывай, Раба. Сgerа. Отчалывай. jamами семаны, quila, pergi, май, Субтитры сделал DimaTorzok Вы еще расскажете мне, какие такие бандиты напали на вас ночью Я хоть сто раз готов повторить ГПЗД Ну, тихо, тихо, ты только из меня дурачка не строй Юждинский, принимай дежурство Ты слыхал, когда я ночью пришел? Ночью у меня никто ниоткуда не приходил, все спали Я, врат, не такой дежурный, чтобы у меня кто-нибудь ночью без разрешения уходил Я ни за кого под арестом сидеть не собираюсь Правильно, Челковский Никто не уходил Вот рыжие канали Дежурный назначил, как назло Скверно Не надо было тебе в команду возвращаться Теперь придется давать рапорт адъютанту А ты думаешь, он знает мой голос? Черт его знает На надежде, что ему медведь на ухо наступил Правильно тут пишет Каюк приходит, белоградейший Тихо, тихо Ночью большевики освободили Макеева Завтра ждите Красную Армию Никто Никто Ни почему к приказу не должен выходить с оружием из полка Господа Невероятные новости Я Я ходил в штаб За почтой Что творится? Что? Ой Ночью Целый батальон красных Напал на наши полковые автомобили Ну-ну Адъютант ранен Говорят, Куракин убит Что? Ужас А по ротам Водят какого-то идиота Вдоль строя А? Оказывается он ищет Кто ночью был среди нападавших И к нам придет? Конечно Конечно И ведь никто не застрахован Что этому перепуганному Настальбаувану Может показаться Что стрелял я Или ты Или любой другой из нас Кошмар Алексей, тебе надо бежать Бежать немедленно Дело плохо Дежурный Построить музыкантскую команду Поздно С инструментами, господин Фицебель Без инструментов Живо Построится музыканская команда Без инструментов Умирайся Не случилось Под лицей Шкуры Красный Сволок Справит он полк Позорит звание Защитника Родины Я счастлив Что вчера Музыкантская команда Была без отпуска Поэтому никаких Подозрений на мою команду Не падает Вчера При волновении Его задания Геройской смерти Погиб Ваш лучший товарищ Молодой Всеми любимый Старший Утрифицер Куракин И двое рядовых За смерть Их заплатят Большевики Старицу Я верю Среди вас нет Предателей Но толк требует Подбегнуть вас Общему Совсем полковому Осмотру Ввести сюда Севкова Слушай Севков Здравствуйте Здравствуйте Большоеinctions Севков Но толк требует Продолжение следует... 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 Почему командуешь? Вы что? Кто сказал? Черт, якоянные. Кто вам сказал, дуракам, а? Ну, черт с вами, поздравляйте. Произведем под прапорщики. Завтра в приказе будет, вот как. Откуда же вы-то раньше меня узнали? Догадались и вам запасы. Посенило свыше молодца и ремеева вовремя скомандовать с миром. Куш господину Фиттемелю, да ведь под прапорщику. Построиться на панихиду! Звать счета! А ты куда? Иди спать, после дежурства разрешай. А я, господин Ферсевель, люблю панихиды. Воскресный день. Как видите, городской сад переполнен гуляющими. Музыкантам приказано стараться. И население должно понять, что все обстоит благополучно. А может быть, настроение у белых и в самом деле вполне боевое. Взгляните на этих господ офицеров. Похоже, что они разрабатывают план генерального наступления. К черту, господа, ни о каком наступлении речи быть не может. Нам просто морочат голову. Так что ж, значит, по-твоему, вперед за союзниками, да? Складывать чемоданы. Вот именно. Дай бог унести ноги, пока не поздно. Поздно, господин капитан. Поздно, господин капитан. Поздно, господин капитан. Дежурный. Илютинский. Да, господин подправочек. Все в порядке? Да, точно, господин подправочек. Молодец, Илютинский. Отстаться, господин Фетебель. Это, бишь, подправочек. Ничего не болит, желудок варит. Шутите, заводите, Иван Захович. Да нет, брат, шуточки кончились. В последний раз спрашиваю, где был ночью? Я хоть сто раз готов повторить. Да, но, но, но. Ну, если уж откровенно, у барышни был на любовном свидании. В Ярославской губернии ты мне еще про бандитов расскажи, которые на вас с Серебеевым напали ночью. А, точно так, господин подправочек? В Комарихе это было. Вы, Иван Захарович, там неподалеку проживаете. Они вас очень хорошо знают. И его повесить хотели. Только вашим именем отмолился. Сивков! Он! Он! В точности он! Караулись, сюда! Иван Захарович. Дядь арестованного! Дядь арестованного! Дядь арестованного! Гладкий! Дядь арестованный! Дядь арестованного! Иван ЗахRemка! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...